Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Мы делим с ними всё. Но ведь воины других племён тоже ваши братья? Нет, не всегда. Когда я слушал твои мудрые речи, я думал, как было бы хорошо, если бы мы все, как этот костёр, горели одинаково. Да, это было бы хорошо. Но не все сразу. Сначала нужно сблизиться с одним племенем, потом с другим. И вы сами не заметите, как станете одной семьёй. Хорошо сказано. Ты убедила нас, Покахонтас. Отныне мы будем встречаться чаще. Вы все умеете ездить верхом? Сначала было трудновато, но теперь среди нас есть умелые наездники. Умелые? Как интересно. Кто поедет со мной на перегонки? Возможно, ты победишь. Наши наездники хороши. Но они только начинают. Я не жажду победы. Мне интереснее практиковаться. Поедешь с нами? Что, кажется, он напуган до смерти. Жаль, это было бы дружеское состязание. Мы могли бы повеселиться с пользой для дела. Да и... Мок, хочешь потягаться со мной? Нет, спасибо, не хочется. Ваш молодой воин передумал. Думаю, юный наездник племени Чайен слишком сильный соперник. Это тихий молодой воин племени Чайен. Как его зовут? Звук тишины. Он великий воин. Он общается с помощью роб. Он не может говорить? Может. Он говорил, как мы. Он заболел, да? Нет, с ним что-то случилось. Однажды он ушел на охоту. Ему не было неделю, и тогда люди из племени Чайен пошли искать его. Но напрасно. Проснись, мы искали тебя повсюду. Люди спрашивали, где он был, что случилось, как он выжил. Позже мы выяснили, что он заблудился и пытался найти дорогу домой. В это время он увидел пятерых всадников. Они скакали в его сторону. Он понял, что это бледнолицы, и испугался, что его возьмут в плен. Он стал стрелять по ним из лука. Потом попытался напасть на них. Но наш юный воин не был хорошим наездником. КОНЕЦ КОНЕЦ Мог, перестань так смотреть на него. Ты ведешь себя очень грубо. Покахонтас, если ты не перестанешь, у меня будет несварение. Лично я люблю есть кроликов. Они вкусные. Из-за них я так быстро бегаю. Есть легенда о танце кролика. Ты ее знаешь, Мог? Танец кролика? Что это? Ты должен ее знать. Я расскажу тебе историю, раз ты так любишь кроликов. И что тогда? Затем я должен буду станцевать? Чего ты так разволновался? Я просто хочу рассказать историю. Это не кажется вам знакомым? Никогда не слышал. Однажды, давным-давно, охотники выслеживали свою жертву. Ой, как жарко. Кролик! Что ты увидел? Кролика! Он там? Ну да, конечно. Клянусь, он такой огромный, на всю деревню хватит. Надо его поймать. Если мы поймаем этого огромного кролика, все маленькие кролики пойдут за нами в деревню, и нам на всю зиму еды хватит. И меха тоже. Стой, ты отпугнешь их? Только цыркаě? Она не стоит. И это что-то, все-таки. Что я... Мы что, спали? Или дух кролика нас заколдовал? Раньше я никогда не видел этого танца. Вот так история. Еще не все. Трое охотников вернулись в деревню посоветоваться с женщиной-оракулом, чтобы понять свое видение. Подойдите. Вы должны станцевать как кролики, если хотите, чтобы я поняла. Стойте. Вы уверены, что все так и было? Да, да, да. Абсолютно уверены. Они танцевали, чтобы показать вам, что они ваши друзья. И вы танцевали с той же целью. Охотники усвоили урок. Природа позволяет нам выжить, но мы должны не забывать благодарить ее за это. Мок, ты должен поблагодарить того кролика, которого будешь сейчас есть. Они питают тебя и помогают тебе выжить. Тогда я приглашаю всех на танец кролика. Хорошо, давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровской области. Не хочу огорчать себя, Покахонтас. Но несмотря на то, что вчера на собрании была атмосфера сплоченности и счастья, в жизни все обстоит иначе. Чувство общности призрачно, как падающая звезда. Народ Чайен завидует Кроу между народом Ото и Онебага с постоянной стычки. Мне так жаль, но я думаю, что твоя речь не коснулась их душ. Что мне сделать, чтобы они меня поняли? Я не знаю, думаю, должно произойти что-то неожиданное и невероятное, чтобы они поняли, что вместе мы — сила! А пока что племена должны почаще встречаться, чтобы подготовить почву для мирных соглашений. Ты, несомненно, права. Но им так сложно собраться вместе. Все племена разрознены. Они все пришли сюда только потому, что хотели видеть тебя. Не льстит их внимание, вождь. Нет ничего лучше утреннего воздуха. Согласен. Этот воин Сенека — очень хороший наездник. Ты прав. Он будто одно целое с лошадью. Мок! Хочешь с нами прокатиться? Хорошо, но готовьтесь проиграть. Мне не верится, что вы вдруг стали хорошими наездниками. Это звук тишины. Может, он тоже хочет прокатиться? Почему бы нет? Он первый из нас научился ездить сверху. Что ты делаешь, Мок? Организуешь скачки? Кажется, ты собрал достаточно участников для этого. Я еще не отказывался от брошенного вызова. Тогда почему бы не организовать большие скачки с наездниками из каждого племени? Отличная идея. Состязание среди племен? Честно говоря, я хотел искупаться. А теперь мне навязали это. Бедный Мок, только подумай. Тебя выбрали, чтобы ты показал пример солидарности и братства для всех. Друзья мои, приготовьтесь к незабываемым гонкам в честь дружбы и братства. Увидимся! Великий Ворсёк, вы тоже будете участвовать? О нет, я не очень хороший наездник. Это не важно. Каждый может участвовать. Это будет провозглашение мирного единения племен. Великий Ворсёк, вы тоже будете участвовать. Удачи! Зачем ты послала за Аполлузой? Потому что я хочу участвовать. Моё участие в состязаниях важно? Нет, тебе не стоит ехать в толпе наездников. Ты должна держаться немного отстранённо. Ты над всей этой суматохой. Разве? Это просто смешно. Более того, ты тоже должен ехать, Хопи-Хо. Мы должны подкрепить действиям слова о солидарности племён. Ну и что, Митлук, Эль, Нуи, они просто наблюдают? Да. Она ездит верхом? Поехали к старту. Покахонтас, я болею за тебя. Я уверен, ты победишь. Ты готов? Да, и ты знаешь, зачем я участвую. Скачки вот-вот начнутся. Ваша цель – вон то дерево. Не первое то, что в конце поляны. Вы должны объехать его и вернуться сюда. Всем ясно? Это нелегко, вождь. Может, вам лучше отказаться? Нет, конечно. Я хочу, чтобы все знали, что я делаю это ради единения племён. На старт! Внимание! Марш! 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 Все воины смотрят на тебя Все в порядке, Покахонтас Какая чудесная гонка Великий вождь Сеок старается как может Очень смело Я согласен, и Покахонтас не отстает Давайте Покахонтас Покахонтас Звук тишины победил Покахонтас шла наравне Браво, браво Пришпорьте лошадь, вождь Ура, вождю! Думаю, я скоро начну брать уроки верховой езды Я, пожалуй, тоже Наконец-то мы в чем-то договорились Вожди племен, забудьте о разногласиях Ваша вражда лишь на руку нашему врагу бледнолицам Пришло время объединиться Самый лучший наездник среди вас Звук тишины Поздравляю! Да, брат мой Вождь! Большое стадо бизонов направляется на территорию бледнолицых Что ты сказал, повтори Стадо направляется туда Вождь, стой, не едь туда Вождь, послушай меня Пропусти из дороги Эти бизоны необходимы для выживания наших племен Ты и правда думаешь, что один сможешь перенаправить стадо? Почему нет? Раньше получалось Почему ты не просишь остальных помочь тебе? Это отличный шанс для племен выступить вместе Ты права, Покахонтас Слушайте меня Все наездники племен должны объединиться За мной! Субтитры за мной Продолжение следует... 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 Продолжение следует...